Про всемирную боксерскую серию она уже точно пройдет без вас? Вы даже не запасной? Да. 99,9. Но есть еще такой момент, что запасные иногда травмируются или не могут участвовать. Поэтому есть один шанс, что просто-напросто не будет заменить боксера. У вас есть понимание, с кем вы будете проводить ближайший поединок? Нет, но есть четкий план найти промоутера. До сих пор я работал без промоутера, с одним менеджером. Как видно, что практически невозможно чего-то добиться, не имея человека, который тебя будет ввести, вкладывать деньги в твои бои и организовывать их. Это очень тяжело. Тем более такому боксеру, как я. Я достаточно сильный боксер все-таки. Шансов получить от вас люлей много, а денег заработать нет. Шансов. Я говорю к тому, что даже встретиться с чемпионом мира, многие не хотят организовывать бой со мной, потому что есть риск, и многие не хотят приглашать бой. Я об этом и говорю, что риск большой, а финансовых заработков, поскольку промоутеров у вас нет, они минимальны. В нынешнем составе боксерская серия, кем ее еще можно было усилить или все сильнейшие? Кем усилить, надо подумать. Честно сказать, я даже не знаю. Несколько человек, которые там находятся, я не считаю, что они лучшие. Одни из лучших. Майк Пэрис, я не понимаю, почему он в этой серии, тот же Хук. Хук понятно. Он достаточно раскрученный боксер, у него есть своя фанатская база и, опять же, промоутеры, которые организовывают, один из промоутеров, который организовывает эту суперсерию, это Кали Дзурланд, они работали с Хуком. Бои в Германии с его участием будут очень интересны, публика купит трансляции и придет на его бои. Это финансовая составляющая. Я думаю, что не хватает меня, конечно, в этой серии. Было бы интереснее. Конечно, да. Это все-таки бизнес, по большому счету, и промоутеры делают так, как им выгодно, но они считают, что выгодно. Гловацкий, Каннинген, Макабу, кого-нибудь сильнее из присутствующих? Или все примерно одинаковый уровень, не выше Хука или Переса? Единственное, что Хук – это те боксеры, которые, на мой взгляд, там находиться не должны. Владарчик? Нет, Владарчик по праву занимает место. Он очень сильный боксер и он там, где должен быть. Это его место на самом деле. Он очень крепкий, не сказать, что технически изощренный боксер, но очень крепкий. Я думаю, что у него шансы есть выиграть. Даже в бою с Гассио у него большие шансы. У него огромный опыт, поэтому Гассио тоже нелегко будет в этом бою. А фаворитом в этой компании считается «Усик»? Я думаю, что да. На мой взгляд, три кандидатуры – это «Усик», «Дартикос» и «Брэдис». Даже так? Даже не Гассио? Нет, Гассио. Я думаю, что Гассио не выиграет этот турнир. Из-за обороны, которую Санчев не может поставить? Да, много по каким причинам. Не только обороны. Обороны – это одно. У него совершенно нет технического арсенала. Кроме тяжелого удара, у него вообще мало что есть. Поэтому я не думаю, что у него большие шансы выиграть этот турнир. В большей степени эти слова подходят Дмитрию Кудряшову, конечно. То есть у вас получается, что… Извините, я совершенно забыл про Кудряшова сказать. Он действительно тот человек, который точно там не должен находиться. Он вообще не заслужил этого места ни единым поступком. Те бои, которые он проводил, это вообще ничего не стоит. Даже тот последний бой, который с трудом выиграл у Дурадолы, это уже не тот Дурадолы, который выиграл его. Поэтому вот этот человек тоже не должен там находиться. На мой взгляд. Прямо наживаете все врагов. О чем мне скрывать? Почему я должен говорить того, что нет? Ну, может, и правильно делаете, спровоцируете их. Я говорю правду. Я не боюсь этого. Если мне хотят что-то противопоставить, я могу объяснить все. Я буквально вчера слышал от Владимира Кудряшова, что именно Кудряшов – это главный фаворист серии. Меня это как минимум удивило. Владимир Кулинов говорит, что ему, наверное, выгодно. Скорее всего, это просто ему выгодно и все. Он хочет с кем-то дружить из окружения Кудряшова или еще какие-то свои у него интересы. Это очень хороший менеджер. Он обладает теми качествами, которые менеджеру нужны. Одно из качеств – это говорить то, что нужно там, где нужно. Вы про Дортикоса сказали, что один из фаворитов. Получается, скрытый фаворит, поскольку мало кто на него ставит. Я видел бой его скалинга. Это был очень хороший бой. Какие у него сильные качества? Технически неплохо. Он обучен. Школа Кубинская присутствует у него. Он немного медленный, затянутый в каких-то моментах. Но есть хорошие данные, высокий рост. Я думаю, что боксер хорошего уровня. Олбан-кос. Кубинский.